На данный момент в питерском открытом пространстве 10 человек, которые отвечают за разные сферы работы открытого пространства. У нас есть администраторы, которые открывают ежедневно открытое пространство, следят, чтобы оно было чистым, уютным, создают атмосферу, следят за порядком. Это сейчас Миша, Гриша, Таня и Жора. Кроме того, у нас есть Аня, которая следит за расписанием, за тем, чтобы все мы и участники знали о том, во сколько приходить, во сколько уходить, где занято, где свободно. Еще одна Аня следит за соцсетями, создает какой-то контент, пишет статьи. Также есть я, Полина, я сейчас отвечаю за разные технические штучки ВП, хозяйственные, слежу, чтобы все, что нужно было ВП и чего не нужно, не было. Есть Илья, который является директором открытого пространства, и Саша Крыленкова, которая вдохновила нас всех и создала то, где мы сейчас находимся. Наверное, за все время существования открытого пространства о нем узнали практически все активисты в Санкт-Петербурге и не только. Поэтому у нас нет какой-то цели рекламировать себя. То есть это либо сарафанное радио, люди узнают друг о друге, когда им нужна площадка для своего мероприятия. Изначально открытое пространство было создано для абсолютно разных инициатив. Соответственно, у нас нет какой-то строгой целевой аудитории. То есть мы пускаем к себе и гражданских активистов, и экоактивистов, феминисток, веганов. Все люди, которые сюда приходят, это люди, которым мы предоставляем место, предоставляем свои ресурсы в надежде, что вместе мы сможем создать что-то крутое, чего раньше не было, и что послужит и нам, и другим людям для улучшения мира вокруг себя. Один из самых актуальных вопросов, на что разуществует открытое пространство. Наша модель довольно проста. Это roadfinding каждые полгода. Это онлайн-магазин с активистским мерчем нашим и коллег. И регулярные способы поддержки открытого пространства через сайт и Patreon. Когда мы только начинали 9 лет назад, у нас была совершенно потрясающая подруга, которая взяла на себя всю финансовую деятельность открытого пространства. Она, собственно, вкладывала свои деньги, она ходила по знакомым и предлагала им поддержать наш общий дом. Собственно, это работало примерно год. Потом она устала и сказала нам, что, к сожалению, она больше не может предложить нас таким образом поддерживать. И, в общем, мы, оставаясь ей безумно благодарны, были поставлены, собственно, перед необходимостью собирать деньги самим. И мы решили, что, ну, раз, собственно, у нас был такой прекрасный, успешный год, когда уже мы стали пользоваться поддержкой нашего сообщества, почему бы нам эту историю не продолжить. И мы каждые полгода обращаемся к нашей аудитории за поддержкой, предлагаемым сохранить наш общий дом. И эта история работает, каждые полгода мы успешно проводим краудфандинговые кампании. Собственно, в какой-то момент оказалось, к нам стали приходить наши сторонники, люди, которые приходят на мероприятия, проводят мероприятия в открытом пространстве, с вопросом, а почему у вас нет, нельзя купить какой-нибудь худи, футболку, свитшот с вашим мерчем. Мы, собственно, почесали голову и придумали некоторое количество принтов, вот, собственно, один из них на мне, и открыли таким образом онлайн-магазин, и он существует до сих пор и, собственно, пользуется популярностью. Ну и, наконец, третья история, к которой мы пришли совсем недавно, мы технически ее реализовали вот буквально меньше года назад, это регулярная поддержка нас, у нас есть сайт, через который можно подписаться на рекуррентные платежи, и у нас есть прекрасный Patreon, и там можно получить какие-то лоты. Вот, собственно, то, что позволяет нам существовать и делать это довольно публично, открыто. У нас есть публичный отчет, который можно посмотреть у нас в социальных сетях. Краудфандинг, фандрайзинг — это очень важный способ диалога с аудиторией. Он создает доверие, и люди, которые вкладываются в открытое пространство, они точно понимают, зачем они это делают. Они очень хорошо понимают, что они поддерживают не нас или не только нас, они поддерживают себя и наш общий дом, что, вообще-то, особенно важно было всегда, но особенно важно вот в этот странный 2021 год. С вопросом безопасности большая часть, наверное, ложится на плечи участников процесса, то есть и дежурных, и тех, кто приходит, и тех, кто организует. И это вопрос того, насколько каждый из тех, кто находится здесь, понимает свое участие в том, чтобы пространство было максимально комфортным, максимально не кнетущим для всех вокруг. Есть, естественно, правила не насилия, которые мы озвучиваем, которые прописаны, которые каждый, кто приходит сюда, должен знать и понимать, что они означают. Но в основном это решение людей, которые приходят сюда с осознанием того, что любые формы коммуникации здесь должны быть безопасны для него и для тех, кто находится рядом. У нас есть прекрасная идея того, что в какой-то момент мы будем не только приглашать инициативы и людей извне, но и соберем некий свой план мероприятий, который будем периодически здесь проводить. Так мы уже запускали «Веганский день в открытом пространстве», встречу с Евгенией Монастырской с презентацией ее новой книги. У нас здесь проводили просмотр сериала «Хватит», посвященный насилию над женщинами, и какие-то такие штуки, которые мы периодически будем вписывать в общую повестку открытого пространства, от самих себя какие-то идеи, которые важны для открытого пространства и которые создаем лично мы. Все мелкие бытовые штуки ВП решаются совместно, совместными усилиями и дежурных, и тех, кто проводит мероприятие, и тех, кто приходит на мероприятие. Мытье кружек, расстановка стульев, одежда на фримаркете или книги на буккроссинге – всем этим занимается каждый, кто приходит в открытое пространство. У нас нет такого, чтобы ответственность перекладывалась на какого-то одного человека. Она делится примерно поровну на всех, кто к нам приходит. История с ковидом была очень неожиданная, и мы не сразу поняли, как на нее реагировать, потому что не очень хотелось закрываться, не очень хотелось локдауна. С другой стороны, была некая социальная ответственность перед людьми, которые приходили сюда, работали здесь, и в какой-то момент ковида и пандемии мы все-таки закрылись. Мы не работали, ушли полностью в онлайн, и когда ситуация стала чуть-чуть полегче, начали открываться. Это был и полностью снятый режим локдауна, когда мы как раз проводили фестивали и выставки. Чуть позже мы снова перешли в некий онлайн-формат. И поскольку история с пандемией сейчас до сих пор не закончилась, это такой плавающий режим, когда мы следим за ситуацией, что происходит в городе, и принимаем решение о том, насколько безопасно будет работать в том или ином режиме. Без лучшего веке Дима